Продолжение следует... 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 У ETP нету остановки. Нет, потому что сигнатор не отправит пакет, а собственно и соединение. Да, 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 вот это, плюс там с окном еще там фигня еще есть. А, глуширование пакетов нет? А, может, с атакой? Ну, ну, ETP... У ETP тоже может быть. Ну, в общем, ETP, получается, как? Он ориентирован на то, чтобы максимально быстро, да? Он нигде не задерживается, максимально так. 10 seconds и acknowledgement. Упорядоченная передача данных и их сегментация. Ну, это вот, это все к ETP относится. Это непрерывный поток байтов от процесса более высокого уровня, сегментируется для передачи и передается процессом верхних уровней принимающего устройства с тем же самым порядковым исследованием байтов. То есть... Ну, вы поняли. Вот он восстанавливает, получается, последовательность, да? Так. Значит, что у нас в протокол TCP описан у нас в RFC 793. Соответственно, он перечисленные функции выполняет, используя механизм конечных компьютеров. Работа те сети базируется на IP, как бы, да? Но он выше уровня. Соответственно... Соответственно, он выполняет, как бы... Он выполняет функции для передачи сообщений, да? Он, как бы, базируется на протоколе IP. Он, как бы, не берет уже, там, мышцацию. Ему это неинтересно в протоколу TCP, соответственно. Вот. Ну, соответственно, то, что ему то же самое все равно в протоколу TCP, совершенно все равно там, какая у него там среда передачи данных, да? Там, насколько далеко компьютеры друг от друга, как ему там надо пройти маршруты, как это все строится. Он на это не по барабану совершенно, да? И он, вне зависимости от сети и от маршрутов там, да? Он выполняет свои функции одинаково для всего. Вот. Так, значит, у нас используется TCP и UDP. У нас используют метод, называемый мультиплексирование. Ну, вот я вот про это уже говорил. Мультиплексирование — это что такое? Процесс принятия решения компьютера при получении данных. То есть у нас... Сейчас картиночку покажу. Может такая ситуация возникнуть, что... Вот, допустим, у нас два компьютера. Ханна и Джесси. Соответственно, у нас компьютер Ханны передает Джесси какие-то данные. Да? Там на Джесси у него веб-сервер. Какое-то там... Какие-то рекламные. И еще какая-то фигня у него там. Соответственно, компьютер Ханны передает и компьютеру Джесси три сообщения. Как мы должны понять куда... Ну, в смысле, к какому именно приложению. Соответственно, мы могли бы, с одной стороны, посмотреть на то, что IP-адрес и TCP и UDP протоколы, да? Но, допустим, вот последний, второй и третий, там, они оба TCP используют, как бы, да? Как нам между ними различаться. Соответственно, у нас есть такое понятие, как порт. Ну, все, наверное, слышали про это дело. И, соответственно, вот это вот называется мультиплексирование. Это как, ну, разделение... Ну, разделение по, именно, по приложениям получается, да? Чтобы компьютеры понимали, к какому именно приложению предназначен этот пакет. Ну, я смотрю же в книжку. И тебе говорю. Ну, что есть все они. Ну, я согласен. Может быть, они... Может быть, это просто к разным этим... Относится к уровням. Может быть, да. Ну, здесь вроде по-английски тоже написано мультиплексинг. Ну, редко. Надо будет посмотреть. Соответственно, у нас появляется здесь, да, мультиплексирование базируется на понятии сокета. У нас появляется понятие сокет. Сокет состоит у нас из трех частей. Это IP-адрес, транспортный протокол и номер портала. Socket однозначно идентифицирует, кому предназначен этот пакет, к какому приложению. Да, что, как бы, IP-адрес это компьютер, да, там, протокол. Там, какой протокол смотрят, ну, там, UTP, TCP и номер порта. Соответственно... Соответственно... Ну, да, здесь у нас просто уже чуть показано, что у нас UTP, там, отправляет какой-то destination port, у него 800. А вот это второе сообщение, у него 20-10, 20-100. Вот, порт. И последнее, это порт 80, соответственно, на какой веб-сервер обращается. Соответственно, по портам он уже, как бы, может определить, какому дальше приложению передавать эти данные. Соответственно, у нас есть порты, порты делятся, получается, у нас до 1024, да, и после. До 1024 порты называются, они как-то так называются специальным образом, типа, привилегированные, да, и еще там, как-то там, то, что хорошо известные порты, да, там, типа того. Это порты, которые мы знаем по-любому, там, да, например, 80-й порт, да, это веб-сервер, там, 22-й порт SSH, там, ну, всякие такие. Зарезервированные. Зарезервированные, да. Да, ну, да, получается, меньше 1024, они уже зарезервированные, они известные порты, да, и принадлежат каким-то определенным приложением, соответственно, чтобы, ну, просто ради удобства, да. Соответственно, то, что больше 1024, там уже порты, они не зарезервированные, мы можем выбирать просто фактически любой свободный порт. Так. Ну, вот здесь немножко еще более подробно расписано, да, что… Значит, у нас на двух компьютерах у нас есть несколько приложений, какой-то AD Application, Wire и Web Browser, да, соответственно, здесь то же самое. Веб-сервер, Wire Application и AD Application. Конечно, порты, а, протоколы и GPTCP, и там тоже самое, да, IP-шники. Соответственно, веб-браузер обращается к VM-серверу, он указывает IP-адрес, протокол и 80-й порт, как бы полностью socket указывает, да. Здесь он указывает тоже IP-адрес получателя, то есть, нет, отправителя, протокол и порт 1030, просто выбранный фактически наугад, который был свободен, как бы, да, потому что, чтобы однозначно установить socket, который, да, ну, как бы, чтобы этот компьютер, этот компьютер HANA там, да, также определял однозначно, какое приложение куда. Соответственно, ему надо тоже иметь socket для этого, соответственно, ему нужен IP-адрес. Ну, и дальше у нас то же самое, там, Wire Application также передает IP-адрес, будет тоже 10.1.1.2 TCP, протокол, порт 20.100, вот, и также тоже socket в AR и здесь. Ну, соответственно, как-то так. Соответственно, и с веб-сервером, да, как у нас получается, что если у нас какой-то веб-сервер, да, и к нему обращается там, тысяча клиентов, соответственно, у веб-сервера, у него IP-адрес один и тот же, там, да, протокол TCP и 80-й порт. Как бы он же должен как-то понимать, соответственно, он понимает по socket у компьютера, который к нему обращается, да, что у тех компьютеров, у всех, соответственно, мало того, что IP-шники разные у них, да, и порты у них будут разные, соответственно, он отправляет на другой socket. То есть socket-то только там, вроде, на совокупках и IP, и PH, да? IP, порт и протокол, да. У каждого, у каждого, да, у каждого должен быть свой socket. Получается, у socket у этого и у этого, и у веб-сервера есть свой socket, и у веб-это, у приложения тоже есть свой socket. Оно не должно совпадать. Они должны быть известны... Да. Они друг другу должны совпадать. Соответственно, если у веб-сервера, у него же свой socket один, как бы, да, у него IP-адрес, TCP и 80-й порт. Всё, это вот его socket. Соответственно, ему же надо как-то отличать того, кто к нему обращается. То есть, он в сервере слушает эти socket. Потому что он на socket отправляется в серверах? Да. И при этом как не учитывается, что он отправлялся в источник? В том-то и дело, что учитывается. Он же должен куда-то отвечать. Соответственно, он отвечает, он также отвечает не просто по IP-адресу, а по socket, да, что он отвечает уже на IP-адрес, протокол и порт, который к нему пришел, как бы. А ему, потому что данные... Если у нас как-то пришел на эти данные, мы обязательно не двигаемся. Ну да. Независимо от того, от кого они пришли. Ну, если у нас где-то не специально не ограничивается... Да, да, да. Ну, по идее, да, что как бы... Ну, прямое обращение, как бы, по socket, это вот самое как-то... Максимальное обращение, да, именно то, что мы хотим именно к этому веб-серверу, да, то есть сюда обратиться напрямую. Соответственно, приложение протоколов TCP и IP. Приложение у нас есть World Wide Web, ВВВ. Соответственно, у нас есть... А, вот да, интересное примечание, что хотя это и рассматривается как приложение ВВВ, да, это как приложение конечного пользователя, что мы там через браутер можем что-то подвигать, еще что-то. А на самом деле он может же использоваться для управления, да, что мы ВВВ можем включить и на наших, и на серваках, да, на мажетизаторах и на коммутаторах, и можем через веб-сервер управлять, да, что это как... Можно рассматривать протокол, как... Ну, для управления протоколом, да, с помощью которого мы будем, там, двигать какие-нибудь галочки и кнопочки нажимать. Система доменных имел, DNS. То же самое, но это возможность преобразовывать имя, имя компьютеровый IP-шник или наоборот. То есть, да, это тоже вот это... Приложение этого уровня. Так... SNMP. Простой протокол управления сетью. Simple Network Management Protocol. Это тоже протокол уровня приложений. Специально предназначен для управления сетевыми устройствами. Он принимает... Ну, самое простое, с помощью SNMP мы, там, снимаем информацию, да, там, с этих, с других устройств, да, он передает, там, всю инфу, там, статистику, какую-то можем, там, снимать с него, еще что-то такое. Вот это вот. Протокол управления сетью. Так. TFTP. Trivial File Transfer Protocol. Определяет... Ну, это именно протокол, именно для базовой передачи. Вот. Используется именно для какого-то, там, таких мелких задач, там, да, каких-то, там, обновлений прошивки, там, или еще что-то такое. Обычно, конечно, он использует у нас нормальный FTP, да. Просто File Transfer Protocol, потому что он уже нормальные функции предоставляет, там, да, уже, мы можем как-то там обращаться. Вот. Так. Так. Ты же ЦП? Да. Да. Так. Дальше. Восстановление после ошибок. Надежность. Как происходит восстановление после ошибок? Передачи. Это Error Recovery. Для обеспечения надежности протокол TCP нумерует блоки данных. Использует для этого поля последовательного номера. Seconds. И подтверждение. Ac knowledgement. В TCP заголовке. Здесь у нас показана просто типичная операция передачи данных. Да. Он передает компьютер, веб-сервик передает веб-браузеру, там, первый, второй, третий, и потом веб-браузер, такой, говорит. Окей, я все, это, все, я все получал, все получил, send acknowledgement. Передает подтверждение, что, типа, все окей, никаких данных, да. Ac knowledgement 4 тысяч. Он показывает, что, все, 4 тысячи байт я получил. То есть, он показывает, он получил 3 тысячи байт, а ак knowledgement он продает 4 тысячи байт, что, типа, я готов следующий как бы получить. Поэтому там 4 тысячи у него. Соответственно, вот эта вот ситуация, когда он так вот подтверждает, да, это называется прямое подтверждение. Forward acknowledgement. Соответственно, здесь у нас показана ситуация, когда у нас один из пакетов потерялся. Соответственно, у нас даут, он первый, первые два пакета передал, третий потерялся. Он шлет подтверждение только на первые два. Соответственно, web-сервер такой понимает, да, говорит, что, типа, ё-моё, один потерялся, надо их еще раз ему передать. Да. Ну, он принимает и говорит, все окей, опять no data, ac knowledgement опять 2 тысячи. Что, типа, все хорошо. Соответственно, вот такой вот механизм, да, там, приема передачи, да, получается, что он, основанный на подтверждениях. Передали, передали, да, он подтвердил, значит, все окей. Ну, каждый у нас здесь, у нас каждый пакетик по 1000 байт, получается, да? Да. Соответственно, второй у нас, как-то, это секенс, это последовательный номер типа этого. Он же потерял второй пакетик. А, здесь не это, картинка тревая. Нет, он просто отправил 3. А тут говорит, что после второго, он потерянный пакетик. Второй пакетик, он задом посылает третий пакетик. Да, здесь что-то написано правильно, что дальше он... Да, дорисовано неправильно. Да, что он, получается, потерял второй, соответственно, он второй нам передает. обратно, повторно. Соответственно, мы в конце уже его подтверждаем, да, что это? А, в этой книжке нормально, это я с этой, с этой, с Америкосовской. Вы выбирал картинку. Да, 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 да. А он поддает подтверждение в последний пакет, который он получил? По идее, он дает подтверждение, что, типа, я готов следующий. У вас на предыдущем пакетик было четырехдесят, а получил он трех тысяч. Да. Это номер подтверждения, что он, типа, передает раз, два, три. Он говорит, что, типа, значит, что я и получил. Да, вот, хочу, хочу четвертый. Вот так. Так, и... Хотя здесь у нас на картинке не показано, этот веб-сервер устанавливает таймер передачи данных. Потому что он же может передавать-передавать, как пакеты все теряются-теряются, соответственно, ничего не подтверждение, ничего. Вот он поставил таймер, что-то передал, поставил таймер, ждет-жет-жет, потом опять начинает передавать. Ну, по крайней мере, пытается. Вот. Дальше у нас идет управление потоком с применением окон. Вот здесь очень клево расписано, мне понравилась книжка. Протокол CP выполняет управление потоком с помощью полей последовательного номера и подтверждения в заголовке CP. Ну, последовательный номер и заголовок. Ну, это acknowledgement и sequence, да? А также поле, называемое размером окна. Это поле указывает максимальное количество неподтвержденных пайтов, которые допускаются в любой момент времени. Соответственно, сначала у нас окно имеет небольшой размер, потом и постепенно увеличивается. Ну, как бы он сначала передает-передает данные, потом хочет подтверждение. Ну, в следующий раз, если типа все хорошо, то в следующий раз он уже больше пытается передать. Ну, то есть он понимает, что сеть у нас нормальная, да? Соответственно, можно больше передать данных сразу. Вот. И так он начинает расширять окно до тех времен, пока у нас там не начнутся потери. Так его называют это окно называть динамическим окном, либо скользящее окно. Соответственно, у нас показано, что, да, веб-браузер запрашивает, а у веб-сервера что-то там запрашивает, а он говорит Windows 3000. Соответственно, у веб-сервера он передает скоб 3 пакета. Вот. Веб-браузер подтверждает, и Windows уже увеличивает. Соответственно, ну, до 4, да, и он там до какого-то предела может расти. Значит, еще. Да, еще. Ну, то есть, значит, ну, как бы сеть хороших, ну, можно больше передавать в эту ночь. Ну, ладно. Я думаю, мы дальше, наверное, подробнее об этом поговорим. Ну, там, как бы, мы можем управлять этим окном, как бы, да, и начальным, и конечным, и там есть какие-то механизмы управления, да, еще дополнительные. Главное просто понять вот этот именно механизм того, что, ну, что есть вообще такой механизм, да, как окно, и что мы хотим передавать данные сначала с небольшой порцией, потом там все больше и больше у нас росту. Соответственно, механизм этот работает в обе стороны, как бы, да, это не только в сторону, когда веб-сервер, как бы, да, пытается передавать, соответственно, когда веб-браузер тоже. Ну, в смысле, при обмене вообще любой информации между компьютерами, да, у нас окна везде используется. Так, у нас дальше. Установка и разрыв соединения. Соответственно, по протоколу TCP, перед тем, как начать работать, да, там, перед передачей данных, там, и все эти фигни, нам надо установить соединение. Так называемый трехэтапный обмен данными, либо алгоритм утройной рукопожатия, или free-way handshake, да, три, ну, тремя, как бы называют, да, три обозначения. А? Так. Соответственно, у нас веб-браузер пытается установить соединение с веб-сервером, посылает ему пакет SUM. Это так называемая аппаратура SUM, означает синхронизировать последовательные номера. Веб-сервер ему отвечает, да, он отвечает ему AS, AS, или AS, AC, ACK, 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 ACK означает поле подтверждения в данном заголовке является действительным. Соответственно, они должны обменяться, просто, получается, он ему отправляет сун, а веб-сервер ему отправляет тоже сун на арк, и веб-браудер отправляет ему арк. Так, можно ли, типа, все, все окей, мы обменялись. Соответственно, стандартно, это у нас три сообщения. Он еще может четыре сообщения занимать, когда веб-сервер у нас отвечает флаги сун и арк, он может отправить в разных сообщениях, но обычно это четыре, обычно это три. Ну, и там у нас еще есть какие-то специальные алгоритмы, которые, типа, для ускорения соединения есть, которые там еще меньше, чтобы у нас не трис было, а меньше, чтобы быстрее стоить соединение. Так. А здесь, а я же, по-моему, говорил о том, что я тебе скажу. А последовательность, номер последовательности, да. Соответственно, видишь, там всех 200, здесь во втором у него всех 201, как бы следующий, получается, пакет он отправляет. Да. На каждом ухости своя номерка сервиса. Да. Ага. Количество упадет, по-другому, 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 по-другому. Да, это номера, как бы, да имена. Да. Да, это номера, как бы, да имена. Получается, там, как есть это, здесь должно быть. У нас будет 40 тысяч. Не, у нас приятно, что он подтверждает. Да. А, конечно. А, кто же отправил сразу? Да, понятно. То есть он подтверждает то, что просто. Ну, ты готов. С первым. С первым. Ну, да, как-то так. На самом деле здесь тоже, вроде, есть не новая как-то, но я думаю, надо установить соединение, там можно было отдельную лекцию прочитать. На самом деле большую, как там все это происходит, что это не совсем так, как-то реально, как здесь нарисовано, там, чик-чик, и все, короче, они подружились, да. Я, там, вчера пытался к этому готовиться, там, в огромное статья на Википедии, да, написано, как-то, как все это происходит. Я надеюсь, что мы дальше это рассмотрим поподробнее, потому что там дальше еще, как бы, ну, мы еще будем об этом говорить, об айтишниках, да, обо всем мыслим, вот, по книжке. Потому что это же все-таки у нас основы, вот, поэтому пока мы разберемся с основами. Так, разрыв соединения. Соответственно, PC, который слева, пытается разорвать соединение с PC, который справа. А, соответственно, здесь показано, как у нас есть дополнительный бит, fin, ну, понятно, fin, это как finished, да, понятно все. Соответственно, у нас, когда компьютер пытается, ну, вот, он говорит, что типа, все, хочу разорвать соединение, да. А компьютер справа, он, у него приложение может быть еще просто не готово к тому, что, да, что мы разорваем соединение. Соответственно, тут у нас, может быть, два варианта ответа, да, вот, две стрелочки, что, если приложение не готово к разрыву соединения, соответственно, он вызывает ему актоличмент с подтверждением просто, да, что я получил, ну, как бы, но он не подтверждается, ну, разрыв соединения не подтверждает. А если все нормально, то передача данных, необходимый обмен сообщением между устройствами, да, это тройное рукопожатие вот этого, да, и протокол без установления соединения, это протокол, которым не требуется ни обмен соединения между устройствами, и не требуется, как бы, разрыв соединения, да, это UDP. Вот. Сегментация данных и упорядоченная передача данных. Приложением требуется отправлять данные. Да, да, да. Это уже повеселило. Иногда эти данные бывают, ну, небольшого объема, иногда большие, там, да, там, в зависимости от того, что мы хотим передать. Все это дело у нас убирается в протокол канального уровня, да, где у нас есть так называемый M2. Кто у нас там был на предыдущих лекциях, это уже все знают, да, что M2 — это максимальный, размер максимального блока данных, максимум трансмиссион юнит. Это блок данных, который максимально может быть отправлен в канальном уровне, как бы, да, в эзернете. В эзернете это 1500, получается, 1500 байт, да. Соответственно, протокол TCP сегментирует данные в блоке меньшего размера, называемые сегментами. Так как протокол IP может иметь размер не более 1500 байт, а заголовки IP и TCP имеют размер 20 байт. Соответственно, у нас, как бы, в эзернете 1500 байт, да, соответственно, заголовок IP и заголовок TCP еще каждый по 20 байт. Соответственно, у нас сегмент получается 1460. Ну, как бы, мы вычили, как бы, вот эти заголовки мы оттуда. Вот у нас получаются сегменты. Соответственно, при получении сегментов, да, TCP-получатель осуществляет сборку этих пакетов. Соответственно, он должен восстанавливать утерянные пакеты. Ну, это мы ранее посмотрели. И переначальный порядок, он восстанавливает утерянные пакеты и переначальный порядок. Ну, соответственно, TCP-сегмент — это заголовок протокола TCP вместе с полем данных, вместе с полем данных, это TCP-сегмент. Ну, это то же самое, как фрейм канального уровня, да, или IP-пакет в том смысле, что он включает в себя данные и заголовок, да. Также в сегменте TCP может использоваться левература L4-ПДУ, ну, типа левер-4, да, ну, потому что он четвертого уровня. Так, про TCP вроде более-менее поговорили. Так, кратенько, обзорно. Так, про UTP теперь. Так, соответственно, протокол UTP у нас не ориентирован на соединение, не обеспечивает надежности, не использует ОКОН и не восстанавливает порядок полученных данных. Он также не сегментирует крупные блоки данных, блоки подходящего для передачи размера. Однако он делает, что, мультипликсирование, ну, мультипликсирование с использованием номеров портов, да. Соответственно, протокол UTP, он, так как он использует, ну, у него меньше, что, вот функций всяких, да. То есть у нас, вот как здесь на картинке показано, у него, вот, протокол UTP у нас внизу, протокол TCP вверху. Так, ну, протокол UTP, вот он маленький, все, да, там, у него маленькая эта, я опять забыл, как называется, нагрузка, ну, дополнительная нагрузка, да, как накладные расходы у него, да. Накладные расходы у него маленькие, соответственно, по сравнению с TCP. Соответственно, он, как бы, он быстрее. Ну, соответственно, так как протокол UTP не производит восстановления, не происходит упорядоченные данные, соответственно, у нас это все, все это дело ложится на на приложение на само уже, которое работает с этим EDP. Приложение должно как-то или само восстанавливать, или принимать. Какие-то логарифмы должны быть именно в приложениях. Потому что EDP не берет на себя эту ответственность. Это приложение, например, VoE, то, что мы уже об этом поговорили, потоковая передача аудио и видео, что когда-то нам, в принципе, выпал один кадр, но ничего страшного. Было бы хуже, если бы мы по TCP ждали, пока он восстановится, он куда-нибудь влез в середину. В VoE и передача аудио. И то, и другое. Также в DNS используется EDP, потому что, в принципе, нам пофиг, потерялся запрос на DNS. Мы еще раз отправили DNS сервер, ничего страшного. И еще интересно, я сам не знал, используется NFS. Есть такая network file system в Linux используется, насколько я помню. И она сама, эта файлова система, сетевая, так называемая, базируется на EDP, оказывается, и в своих, там у нее какие-то есть алгоритмы для восстановления данных, что если по EDP нам что-то потеряется. Это, видимо, сделано для скорости, потому что они, видимо, посчитали, что быстрее передавать информацию и восстанавливать, видимо, на хосте уже. Да, он мне подскажет, что последняя версия имеет EDP и EDP. А по скорости? Как? Ну, вот интересно было бы потестить, на самом деле, как надо. Ну, я знаю, ну, как бы я немножко работал, так, фигка. Типа, как ты, да, поднял, потестил. Так. Наверное, надо сейчас его меньше тут. Что-то не вырезало, мне кажется. Чуть-чуть. Соответственно, у нас в протоколе EDP, у нас шелк есть, у нас только, у нас, соответственно, есть, конечно же, порт назначения, порт, ну, получателя и отправителя, да, порты, длина и чек-сум. Все, у EDP больше ничего нет. Там, в TCP, вон, сколько всяких. Всякие. Чекни. Соответственно, ему поля просто не нужны вот эти вот дополнительные, да, там, какие-то флаги, там, да, там, какие-то, там, акноуледжмент, там, для подтверждения, там, еще что-то такое, там, он не использует это все, ему это не надо. И вот, на втором случае, это не использует. Да, он тоже не использует. Да, 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 ну, я же говорил, что, да, он, что он не использует, он, единственное, что он использует, это мультиплексирование, да, что он только, ну, по портам, как бы, да, и все, больше ничего не делает. Соответственно, EDP еще почему быстрее, потому что ему не требуется подтверждения ждать, как бы, да, он не ждет, пока он подтверждит, ну, подтвердят, там, еще что-то, он там сразу фигачит, и все. Соответственно, как бы, меньше нагрузка получается, да, что не надо, ну, на маршизаторы и коммутаторы, да, что не надо ему, там, идти, пакетики держать в памяти, да, чтобы, ну, пока он там подтвердится, там, что-то, да, ну, сразу там фигачит, да, и все. Вот, соответственно, ну, все это быстрее происходит. Так, теперь и приложение, а сейчас я верну к нормальному виду. Мне тоже нравится этот абзац, такая прикольная книжка, я сейчас почитаю. Вообще говоря, целью построения сети предприятия подсоединения, сейчас, а, ну, да, целью построения сети предприятия подсоединения небольшой домашней сети или офисной сети в интернет является использованием приложений, таких как просмотр веб-сайтов, обмен текстовыми сообщениями, электронная почта, загрузка файлов, передача голосовых и видеоданных. Вот. Как будто, мы не знаем. В контакте, да, да, да. Некоторые в контакте называют интернетом, где интернет не работает. Да, 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 да. Да, да, да. Да, да, да. Есть такие. Соответственно, Ну, да, да, да. Не, сейчас еще уже некоторые знают, что бывает, то, что это фокус, там, хром, там. Да, да, да. Соответственно, так, что у нас? У нас получается, что появляется много приложений, соответственно, у нас появляется такой термин, как качество обслуживания. Креалити оф сервис. Кос. Как бы скрощенно, да. Креалити оф сервис описывает в целом требования приложения к работе с сетевой службы. Соответственно, для каждого приложения, просто нам... А у меня, кстати, есть, там, на перерыве вам это. Листики выдам. Так. Просто каждое приложение, да, в зависимости от того, что, ну, что за приложение, оно хочет свое качество обслуживания как-то. Просто каким-то приложением нам нужен, там, максимально быстрое, как, воссоединение, там, да, с меньшими задержками, но при этом полоса пропускания не нужна большая, да. Кому-то, наоборот, надо, там, большую полосу пропускания, но, там, то, что задержка, там, ничего страшного, да. Соответственно, вот здесь у нас и появляется реалити оф сервис. Так, у нас... Например, вот в следующем у нас приложении, там, появились такие, да, работающие с графикой терминалные принтеры, которые по сравнению с алгоритмологичными текстовыми устройствами требуют значительно большего количества байтов для выполнения тех же действий. Приложения для передачи файлов, которые, то же самое, используют значительно большие, большие объемы данных, да, и не требуют значительного... Но при этом они не требуют значительно более быстрого ответа. Файловые серверы. То же самое, что, да, они позволяют хранить там большие объемы данных, да, и то же самое, что они не требуют быстрого ответа что там еще электронная почта и быстрая коммерциализация интернета позволяющая компаниям предоставлять потребителям данные непосредственно они с помощью телефонных звонков я подумал я когда читал я решил что они имеют понимая что жирно-молодный воздух которые расспекнули что интернет это вкусно и это нужно за новые деньги поэтому соответственно предоставлять более для жирных и спектрусов более качественные дела в этой соединении отмала и которые начнут платить более так а дальше рисунки картинки здесь тоже как-то обрезан ну показана передача голоса дачи свой и ну просто захотели то что интернет начал развиваться захотелось передавайте голосом посредством протокола и чтобы вызов и проходящий по сети до обычно занимает не город вести килограмм секунду полосы пропускания 30 килограмм секунду там высчитывается как-то там высчитывается 8 и то там у нас и у нас есть такая там кривая когда мы передаем голос да вот я не знаю я тут и картиночки там это в первых первых лекциях книжку читал я почему-то забыл про это рассказать там просто внуков как модуляция называется преобразование короче аналогу и в общем и получается так что у нас получать 30 килограмм секунду до на полосы пропускания для голоса соответственно как бы что у нас полоса пропускания невысокая да зато приложение воик там следующие требования до предлагает он а ему нужна малая величина задержки приложение воик требует очень низкой уровне задержки например это задержка даже не должна превышать 200 миллисекунд 0 2 секунды это уровень задержки значительно ниже чем тот которого требуют типичные приложения работающие данными низкий уровень флуктуации задержки под флуктуацией понимается изменение вариации задержки ну то есть ему надо чтобы задержка была постоянно как куда он тоже очень плохо реагирует на то что задержка изменяется флуктуация задержки должна быть не должна превышать 30 миллисекунд 0 0 3 секунды если будет превышать то соответственно качество звука сразу падает очень сильно и усилия пакетов соответственно если при передаче пакета воик теряется следствием ошибок или еще там что-то недостатка места на мушцентре то достатки этого пакета просто не происходит просто к моменту когда пакет будет уже восстановлен его использование потеряет смысл просто утерянный пакет воспринимается ну все слышали да просто пропадает пропадает голос просто и все при видеоданных при видеоданных то же самое в принципе да только большая полоса пропускания должно быть все по факту там тоже самое можно сказать табличка нету таблички я же тогда тоже вам зачитаю табличка такая соответственно древню потребности разных типов приложений на какое приложение от чего хочет у нас приложение мой полоса пропускания низкая задержка должна быть низкой движение должно быть низкой и потеря пакета должна быть диска даже ничего не должно быть передачи видео данных по этой видеоконференции еще что-то полоса пропускания средний и широкая соответственно все остальное задержка при движении потери пакетов низкие должны быть максимально односторонние передача данных это типа видеокамеры камеры видеонаблюдение типа того полоса пропускания средняя задержка средняя приближение средняя потери пакетов не должно быть так что тут еще интересно все не будут читать до соответственно передача файлов например даже полоса пропускания должна быть широкая задержки приближание и потери пакетов могут быть высокими как бы потому что нам не настолько это важно ну соответственно в этот колс может быть включен в этих сисиной а в смысле а господь может быть включена нацистских оборудований как бы давно соответственно мы в этом курсе в эту сиси на и он его не особо рассматривает потому что господь это вообще гуртанские штуки соответственно давайте сделаем перерыв а потом продолжим там у нас еще есть про что поговорить так начинаем нашу лекцию то есть продолжаем нашу лекцию так называемая всемирная паутина такого что т.п. и сс. а всемирная паутина ну там все знаете ворк вайф вэп а было бы до новых букв там то что вы знаете там включаемся там смотрим сервис браузер странички соответственно что мы должны знать для подключения к серверам вы должны знать IP адрес сервера или имя сервера да если мы знаем его сервера соответственно мы используем протокол dns чтобы определить IP адрес этого сервера соответственно клиент должен запросить веб страницу в действительности состоящую там веб страницу может состоит из много там всяких файликов там и всей этой фигни соответственно если у нас это какой-то интернет магазин или мы там какую-то конфиденциальную данную придаем какие-то да соответственно это все должно шифроваться ну соответственно все это сейчас мы по этому поговорим про все это дело ладно я вам на словах расскажу в общем ну структура есть так называемый универсальный указатель ресурса ну что у нас делает он состоит из нескольких частей соответственно у нас там левая часть да это указатель протокола обычно это что тп там да или что тпс а потом стоит двоеточие две палки расстелитель да потом находится у нас название узла там в этом с каком например да который находится между двумя палками и еще одна и полка вот и соответственно у нас идет имя веб страницы которую мы хотим получить соответственно там да можно использовать что тп что тпс там или через вебраузер даст там какой-то в этом указывать его часть еще чем такое поиск веб-сервер с помощью службы доменных имен днс соответственно про днс мы уже просто немножко рассказывали соответственно чтобы определить мы можем обращаться как веб-серверу обычно обращаемся просто по имени соответственно чтобы нам это чтобы обратиться к серверам нужно пишет соответственно надо имя преобразовать пишет соответственно нам нужен днс вот соответственно нас есть так какие-то этапы процессов да вот под циферкой 1 у нас вот верхний клиент запрашивает да он пытается открыть эту страницу вывод с каком-то и все остальное да вот он будет на строке браузера клиент посылает днс запрос днс порт тысяча тридцать это то есть портка с порта открытого клиента соответственно порт который взят из как-то из пула свободных портов да 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 это может быть любой свободный порт не так ну и вот он отвечает на видишь куда-то тайпе адрес этого соответственно дальше у нас четвертый пункт идет что клиент начинает установку нового и соединения своего браузера и соответственно уже ой со всем сервером даже начал заговариваться соответственно да уже дальше обращается вот к этому айпишнику которым получил веб-сервера вот здесь нет нас 25 айпишки которых получил у днс сервера ну соответственно что тут так это веб-сервер что у него будет destination адрес это адрес веб-сервера source адрес это адрес нашего клиента source как его порт порт клиента destination порт будет 80 да это порт веб-сервера как бы тоже известный порт который за зарезервированный за веб-сервером вот так ну соответственно начинает слага с у нас установка соединений дальше там уже пойдет алгоритм тройного рукопожатия соответственно передача файлов ну веб-браузер с этим с веб-сервером установили соединения таком соответственно голосе сены и до страничку он будет гет гуси с этой что-то получает окей что-то и передает данные гости на и потом он дальше понимает даже там еще какой-то лога там надо он тоже где-то что-то пегет а этот сервер на вытоке и видать данные и дальше так веб-сервер опять дальше о браузер что-то пегет так соответственно управлять страницы наверное особо не будут как-то чуть расписано что на веб-странице обычно веб-странице у нас содержится но на веб-странице обычно содержится несколько файлов так называют называемых объектами соответственно сети и файлы объекты все это надо получать что-то пагетом можно получать соответственно в сервер нам может говорить несколько кодов ответа у него есть так называемый по вот это ответа 200 также у него есть ну там на самом деле очень много здесь там например если террор не имеет запрошенного файла он говорит 404 файл не найден и там у него там довольно много этих ответов про это тоже там отдельную лекцию можно еще читать так не совсем тема этой нашей лекции сегодня так и теперь мы поговорим про безопасность сети тоже ну такие как именно основы когда там основные самые такие всякие штуки что там у нас есть запас сети там чем-то может нам это грозить самое интересное да что ну развитие тогда если там на заре интернета у нас там было это были там какие-то там одиночные там хакеры гений там который нам пытались как-то выпидриться тип того или ну как то показать себя сейчас это уже фактически поставлен на поток в том плане что уже там большие компании занимаются да там разработки эксплойтов там да и целые государства когда были там в иране там да и на заводах нашли эти внедрили какой-то черт там да и буду лечен в прошлом прошлом году или за прошлым соответственно да это уже совершенно другой уровень ну и то что у нас как бы каждый компьютер подключен к сети интернету да работать то уже потенциально вы зима так же соответственно уже не особо безопасно считается что каждое устройство теоретически выяснимо да что если мы хотим полностью защитить свое устройство от атак да мы должны подключить от интернета выключить розетки заберите в темной комнате вот она и закрыть комнату на крыше тогда там может что более-менее безопасность соответственно если она подключена к интернету да и работать то уже потенциально вы зима соответственно так что у нас куда государства развали здесь мы будем тему безопасности это все таки не особо как по безопасности там даже у нас есть целый да там так мы сейчас с красником поговорим по цветам не меньше так тоже источников и типов угроз сети а у нас на рисунке показана сеть небольшая сетка с брендбавр это то есть наверно самое известное устройство которое все наверно знают разделяет сеть предприятия да вот это вот наша сетка предприятия можно считать да интерприз и ипи-нетвырк да вот сети интернет отделяет что делает брендбавр просматривает номера бортов номера продают и протоколы просматривают да и определяет которые какие пропускать которые какие не пропускать в соответствии со своими настройками да как администратор построил соответственно да у нас есть несколько типов атаку потому что атаки могут быть у нас не обязательно должны быть с внешней сети как бы дал как обычно полагается на самом деле у нас очень много атак которые находятся с внутренней сети и например атака у нас есть такая атака типа отказ в обслуживании доз мы сейчас на перерыве как раз работали разговаривали как раз при установке и соединения вот даже тройное рукопожатие да что он получается отправлять сначала запрос на установление соединения потом как бы сервер отвечает и сервер уже получает открывает сокет если мы в этот момент не будем ему ничего отвечать получается у сервера какое-то время будет открытый сокет вести да по какому-то его она будет закрываться дальше да то же самое и выше можно отправлять запросов к соединению хренову тучу правильно соответственно сервер открывает себя очень много сокетов открытых а так как открытие и поддержание сокета у нас требует потреблять больше больше ресурсов да больше энергии сервера чем просто посылка запроса на установление соединения да но это можно считать атакой ну как бы это успешно так потому что как бы вы затратили меньше ресурсов да чем сервер потратил ну вообще это тоже самое при шифровании почему говорят что шифрование должно мы должны так шифровать наши данные чтобы затрачиваем ресурсы на расшифровку этих данных были больше чем ценность самих данных то же самое и с этими да со всеми этими атаками по факту что мы должны затратить меньше ресурсов на атаку чем сервер как бы потратит больше ресурсов не вытратим меньше ресурсов чем сервер вот так да тогда это получается ну выгодная атака атака типа отказ в обслуживании может быть это так называемые разрушители и строюсь пытается повредить узел узел уничтожать данные и программное обеспечение а есть так называемые сломщики наносит привет убивают свой узел и делая невозможным посредине устройство сети а то с атаки называем заполнительным это вот флук на приколе переполняю сеть пакетами тела и непригодны для использования и лишая пользователей возможности связи с серверами разведывательные атаки но обычно это просто именно для выяснения топологии сети например да там чтобы что-то там такое разведать там атака доступа это попытка выпить данные компьютерные вирусы да это на самом деле не самая такая большая напасть как бы да что особенно если мы рассматриваем сеть предприятия все-таки это как обычный пользователь там только вирус есть там да и больше ничего это на самом деле это не самая большая часть соответственно на каждом видовом компьютере фактически есть антивирус там да все примеры поставят олег другую сторону соответственно все примеры представляют что антивирус он там сканирует компьютер какой-то периодичностью там все диски сканируют обысканируют на лету плюс у него там есть сигнатуры до которые типа известные типы этих вирусов да плюс он там пытается там какой-то там алгоритм предотвращение неизвестных атак у них там есть да соответственно у нас про это все примерно представляются штуки а мы сейчас поговорим про именно просить про enterprise атаки в этой сети например следующие проблем у нас доступ к справа без проводной сети ну из вай фай потому что у нас вай фай вот здесь ну например кафе и потому что вай фай может ловиться там много ну как бы да за пределами организации еще где-то соответственно человек просто с ноутбуком может там как-то пытаться там поломать что-то там да и как бы это ну в вай фай на сети проще получать доступ чем физически так говорить идентифицируемые вирусы переносные компьютеры это вот у нас указано да потому что как выберу лэптопы или телефоны даже сейчас да мобильный куда угодно сейчас можно вирусов пихнуть и на флешки вся фигня что как бы пользователь просто носят домой соответственно долго как-то там нету никакой защиты как вагать садова защита там у него антивирус только стоит на компе и все это снова пришел в сеть предприятия воткнулся это какая-то вирусня да соответственно нас там на соседнем компьютере нам написи 3 допустим там там вирус мотивы кто-то не обновлялся соответственно вирусня разрезалась по всей нашей сетке это вот еще проблему в безопасности а вишни сотрудники тоже проблема вот такой нарисован потому что ну как бы сотрудник при увольнении на это плохо увольняется ну как бы такой если его плохо увольняет сотрудника да что конфликт какие-то могут быть он захочет тащить с собой на базу клиентов там или какие-то конвестициальные даты соответственно вот эти вот только самые-самые такие да какие-то основные минимальные и до таком на самом деле целая куча этих есть и соответственно чтобы предотвращать максимальное количество атак в циско есть например модели циско используется термин эшелонированная безопасность который имеется ввиду что он используется применяется ко всем устройствам в сети как бы да и ну и включает себя и коммутаторы и маршрутизаторы да там и конфигурирование фейервола когда именно максимальная защита сети или также это самозащищающаяся сеть под самозащищающаяся сеть занимается автоматизация защиты сети когда сами сетевые устройства как-то автоматически сами реагируют да какие-то вот эти вот на атаки например есть так называемая не творк обещан контрол на средства управления доступом к сети например может регистрировать первое подсоединение устройства локальной сети независимо дата проводной может просить пароль может просить обновление антивирусных баз проверку антивируса компьютером какие такие сервисы соответственно вот он с атаку с беспроводной сеть да да и атаку с этим с интернетом в смысле с ваттопом да когда у нас на юрусня он в какой-то мере может предотвратить да но вот так вот с этим пользователем как бы это все равно у меня уже есть и пароли и логины как куда видео камеры движение так что у нас есть это какие средства могут продавать скальтеры делают шпионская о своевая есть так называемый веруся которая ищет личную или консультацию отслеживая действия пользователя на компьютере и передает через интернет информацию атакующим черни или черви самораспространяющаяся программа которая может быстро воспроизводить сама себя в сети и используется для населена но соответственно да там который записывает нажатие клавиш на перехватывает нажатие клавиш там да и он может пароль также кому-то дальше передавать так называемые мошенничество или а пишет пишет когда когда задается фишинговый сайт у сайт максимально похожий на на сайт который как бы у нас есть как бы да ну да ну все равно может использовать для всего дошло как упорно ты сможешь что максимально похожи сайта дали бывают поменяли букву вот например на цифру только на выгоде сайта надо и все как бы хрен отличишь соответственно мы будет на этом фейковом сайте там логин пароль и все он улетел что опять все слабалось нет все отлично про фишинг на самом деле все проще создается страничка где-то там и в интернете полно плюснутых джуму 1.5 с известными ошибками которые взламываются на автомате где-то запускают систему которая сканет интернеты взламывает автоматически загружают фишинговые страницы потом автоматически взламываются другие сайты и шлется панг который ссылка на другие взломанные сайты и какой-нибудь текст то есть все абсолютно асанатизировано на самом деле нас это чисто про фишинг просто меня в работе постоянно сталкивается джумла полтора ломается постоянно даже сейчас миллионы сайтов на джумле в секунду взламываются когда мы сидим тут и общаемся с вами а это как с этим не понравилось а на хабре была статистика с этим а и соцсетом да да может вы поняли вот там проводили статистику что-то гиппай по лечению этой уязвимости что последнее время наоборот даже на первое время на все это как хорошо все меньше и меньше становилось уязвимых да потом со временем все приравнялась за счастье для них это растет и короче начали разбираться что за фигня а просто прикол в том то что эти админы начали там же старые версии не подвержены атаке а новые версии подвержены соответственно как бы отмены такие посмотрели сначала свои сервера там байк это опа неподвижно давайте комбинат обновились и обновились на эту которую подвержены это атаке прикольно да ну да так а получается этой же проблем именно в админах когда что они именно в логике что сначала они вроде сначала проверили даже таких и надеюсь его потом обновляешься и как и я потом скину эту статью там у забава посчитали вот так малые так называемый да у нас еще есть видалось на и по ну и просто все остальное как бы разрушить вирусня всякая там вирус и шпионы там и все остальное вот у нас есть что такое так так называемые брендбауэры и адаптивные средства безопасности ска аса например там чуть-чуть осталось так про твой что делает он исследует все входящие сеть пакетные и выходящие да соответственно чтобы мог раскрывать нежелательный трафик анализировать заголовки вроде приложений может находиться мы хотим иногда делать что мы хотим сделать чтобы у нас интернеты да наша сетка внутренняя и мы хотим иногда сделать так чтобы наш сервера нашей внутренней сети чтобы он был доступен из интернета соответственно мы делаем так называемую демилитаризированную зону да зона которая ограничена от нашей внутренней сети и в то же время пропускает входящие соединения извне нашу демилитаризованную зону а во внутреннюю зону вот и стоп нарисовано что к этому нельзя соответственно мы уже должны как-то сконфигурировать да наш вербол таким образом чтобы он стал то что в кавычках на узнаете куда можно трафик он может пускать куда не может пускать то же самый трафик что от этих устройств куда пускает наружу да то что ты за и соответственно от нас тоже обнаружит он пускай это устройство так а у цисков у специалисты цисков специалистов цисков заговариваясь цисков да больше вы поняли у них есть так называемый термин такой забавный анти x называется потому что многие эти штуки начинаются с приставки анти антивирус анти шпион антиспан анти фишинг есть еще а фильтрация url когда мы на нашем фейерворе там фильтруем эти адреса куда наши эти пользователи хотят ходить и фильтрация электронной почты то же самое что мы можем фильтровать там ее ну как вот как нам угодно да там не только от вирус не надо чтобы еще и спама фильтровалась ее вообще всего подряд соответственно так обнаружение вторжение сеть их предотвращение тоже красненько конечно у нас есть так называемый используется две сети вот две как-то два типа средств защиты система обнаружения вторжений это ин-ин-три и система предотвращения вторжений до применейшем сустава им дружит дэшн айпи я скажу средства соответственно айдреса и пьеса обнаруживают угрозы анализируя тенденции в поисках атак соответственно которые используют особые шаблоны сообщений и другие факторы да но они анализируют поведение вообще что в вашей сети творится соответственно отличаются чем они главным образом отличаются тем что как следят за трафиком что средства адрес получают копии пакетов через порт мониторе когда через порт мониторинга и он не становится частью маршрута пересылки пакетов просто много послушайте при этом средства айпи с она находится на пути пересылки пакетов и соответственно дает возможность ну так же слушать наш трафик да и дает возможность для быстрого очень реагирования но средства адрес может быть конфигурируем так что он слушает слушает трафик а да и потом дает команду там нашим фэйрволом закрывать какие-то порты там или еще что-то делать да вот а при этом айпи с она как бы уже сама в себе типа да ну как бы трафик проходит через него и соответственно может уже прямо здесь же на месте блокировать нам дальше ты или закрывать порты и еще что-то такое соответственно тоже кратенько ну видимо то что это тоже можно отнести к безопасности да виртуальные части и сети так называемые virtual private network vpn что у нас тут получается да что без использования vpn то же самое вот у нас есть картиночка у нас есть enterprise наша сетка есть какая-то там сетка другого офиса удаленного да там раньше есть какой-то домашний клиент домашний офис который хочет тоже так и работать у нас да это если мы будем просто так общаться через интернет и куда там через как-то там и вас у нас не зашифрованные данные передают соответственно может любой послушать сломать подключиться вот что делает сети вбх отентификацию конечный точек то есть точно так что вот вот это вот это . это . это тех кто себя за себя выдает когда что он подентифицируется и плюс а и шифрует как бы да первоначальные IP-пакеты и даже шифрованные соединения получают, по факту устраивают, да, между клиентом и сервером. Вот. Соответственно, у нас два типа VPN-сетей есть, да. У нас есть VPN-сеть доступа и так называемая интернет-VPN-сеть между двумя подразделениями. VPN-сеть доступа, это вот это вот указано, да. Это тоже так, конечно. В кавычках все, да, ну, просто чтобы примерно разделять, чтобы по факту может быть здесь и технология на этаже, и все одинаковое, да, но при этом у нас как бы VPN-сеть доступа у нас отличается от этой, что у нас домашний клиент получает, как бы он чисто с этого компьютера подключается, да, в нашу внутреннюю университет, у него, то есть, VPN-клиент стоит на компе, получается, да. Чтобы мы когда-то соединяем два офиса, соответственно, у нас VPN-клиент может стоять на маршрутизаторах, и они соответственно могут быть либо там программными, аппаратными, там, да, программно-аппаратными, там. Вот, это может быть по-разному реализовано. Вот, и соответственно, каждый клиент, да, каждый компьютер из этой сети, из этой сети, он уже передает данные, и здесь они не в зашифрованном виде, да, доходит, да, маршрутизатора, и здесь тоже не в зашифрованном, а маршрутизатор их меняет, клубов, ушифрует данные, да, и, соответственно, через сеть передает шифрованными. То есть клиент по факту даже не знает о том, что у нас зашифрованные, как бы, да, соединяем. При том, что в этом варианте у нас клиент уже на клиенте шифруется. Данный, да, вот здесь показано, что на нем уже пошифровалось, вот канал как бы шифрованный через кортет. Проложим. Вот. В принципе, все, что я хотел вам сегодня рассказать. Довольно так большая лекция получилась. Спасибо. Спасибо, что пришли. В следующий раз у нас будет практика. Да, будем обжимать проводочки. Да, ввекаться, там, пинговаться и посмотрим всякие типы соединений, там, розеточки, обжимаем под шкортики. И должно быть интересно. Нет, еще ладно, тут еще много. Мы же только самые-самые основы еще только рассказали. там, конфигурирование будет этих. Пришел кокет-рейсер и поиграем потом. Так что дальше будет еще интереснее. Так что мы уже самые основы прошли. Да, кишки, мы уже только тут третий, наверное, уже. Но, в общем, вот. Короче, приходите, будет. У кого есть клещи, тащите с собой. Да, у кого клещи есть, тащите с собой. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...